Если не будет независимых судов, если не сокращается очень острая коррупция, если не будут очень глубокие реформы банковства, если в дальнейшем держат люди на основе секретных судов в тюрьме, тогда это не европейская дорога, и это не должно получить никаких поддержек от наших структур. Я бы считал бы, что европейским коллегам нужно быть все-таки более самокритичными в признании со вины за те процессы, которые выходят из-под контроля Европы, которые сейчас в нашей стране. Фостол официал европеан considerа că, в презент, Република Молдова ажунс в импас, din cauza униссистем олигархик instаурат, но, спуне, тотурс се поате схимба. Три основные факторы могут влиять на это. С одной стороны, как мы все говорили, Евросоюз должен быть очень открытым и очень однозначным, что, как Молдова сейчас идет, это не европейский путь. Это одно. Второй – общественный фактор. Важно, чтобы ваши люди чувствовали, что мы, в этой стране, мы должны создать жизнеспособную систему. Фостол-диplомат аментионат, что реформы будут очень тяжело имплиментировать в действительности. Есть мнение такое, что господин Плаготнюк – это хороший менеджер и будет эффективная реформа. И действительно, я думаю, что его единственный шанс, чтобы он это реализировал. Тоже есть сомнение от того, что это можно реализировать в условиях такой политической системы. Важно, в том числе, говорит он, Республика Молдова есть все шансы, чтобы становиться европейским. Если мы увеличиваем этот тупик, мы идем в сторону реформы, но в Молдову есть шансы более глубокой интеграции с Евросоюзом. Продолжение следует...